Опа! Думаю, кто меня кусает? Меня Миша кусает. Ну, что тебе? Маленькую. Маленькую, на. Ну, хорошо. Миша съел маленькую и успокоился. Вот. Я долго думал вообще этот ролик. Есть смысл делать или нет, записывать. В голове я прокручивал. Ну, в общем, я скажу то, что думаю. Ну, с чего начать? Ну, я сначала хотел начать с того, что поражение перенести трудно, конечно. Но не думайте, что легко будет перенести победу. Ну, разговор-то идет про русско-российско-украинскую войну, конечно. Ну, я так смотрю, вот как я вижу, война близится к завершению. А вот что будет дальше? Вот опять мне в голову пришло, я много раз говорил, не только я говорил, что в России хлынет поток военных с оружием, и они начнут там на месте вершить свои порядки, да. Зыков много, ну, вы знаете все это. А вы знаете, а в Украину тоже хлынет поток бывших военных, ну, то есть людей, которые умеют убивать, ну, и тоже с оружием. Ну, да. Потом мне подумалось, что вот эхо войны, где-то я прочитал, я вам уже говорил, что еще лет 20 потребуется на то, чтобы выковырять мины всякие, снаряды с украинской земли. А я думаю, что не 20, потому что, когда закончилась Великая Отечественная Вторая Мировая, в 45-м, да, до сих пор находят снаряды. До сих пор, сколько лет прошло, уже лет, лет 75, наверное, да, больше, посчитайте сами. Но я потом подумал, что это, это не то, что я хочу сказать. А, я вспомнил Пиантковского, он все время, у него рефреном, что Америка, ну, не вся Америка, конечно, ну, там Белый дом, Конгресс, Сенат, как бы разделились на два лагеря. Одни хотят победы Украине, а другие хотят, чтобы Украина не проиграла. Чувствуете разницу, да? Ну, я хоть американец, но у меня, у меня мысль совершенно другая. Я хочу, чтобы был уничтожен совок, весь СССР, да, тот, который остался. Вы скажете, ну, это как-то вообще ужасно, да. Ребят, вот бывший СССР, 15 республик, да, ну, и вот какие страны, которые образовались на месте распада СССР, более-менее нормально живут? Ни одной. Не берите Прибалтику, Литва, Латвия, Эстония, они никогда не были СССР, вообще никогда не были. Вы вспомните, вот все, вот фильмы СССР, вот если нужно снять за границу, да, а в Париж ехать, денег нет. Ну, снимают в Риге, естественно, да. Потом еще, знаете, что мне вспомнилось? Как вы думаете, благодаря кому СССР победила нацистскую Германию? Ну-ка, давайте, мои ровесники, кто там? Мои ровесники Кастрицы, будет постарше, пожалуй, да, ему где-то около 80 уже. Земляничка, по-моему, моя ровесница. Ну, вот мои ровесники, ну, кто, кто, кто? Правильно, хором, дружно войну выиграли благодаря полковнику Брежневу. Все, однозначно. В нас это вбили, в школе, в институте. Так, и вот теперь я плавно, плавно перехожу в Украину. Ребят, вы что, серьезно думаете, украинцы, что вы выбрали Зеленского? А не надо. Не надо, ля-ля, как говорил Березовский, дайте мне один канал телевидения, и президентом будет утюг. И вот то же самое Зеленский. А почему именно Зеленский? Да ну, кто-то за ним стоит, кто-то все это обеспечивал деньгами. Почему не взяли просто какого-то клоуна другого? Ну, Зеленский, он популярный был, медийное лицо, артист, там в кино играл президента. Вот, вы не выбирали, выбрали за вас, понимаете, его поставили. И я вот несколько раз уже у меня на канале проскакивало насчет Зеленского, мерзкие вещи. И я не удивлюсь, если вот после войны, что, значит, будут люди, которые посчитают, что рядом с Путиным нужно повесить Зеленского. Ну, хорошо, ладно, я все гадости сказал, а теперь я вот что хочу сказать. Что самое главное, ребята, после, ну, знаете, есть такое слово, выражение, вернее, головокружение от успехов. Если Украина победит, а украинцы, в общем, в принципе, тот же совок, немножко другого разлива. И что будет, я не знаю, что будет. Во-первых, кто присвоит себе победу? Найдутся люди. Да, вот, ну, как я вам сказал про полковника Брежнева, найдутся люди обязательно. И вот, что дальше? Когда закончилась Вторая мировая, ну, Великой Отечественной, да? Чем она закончилась? То есть, победой, победой СССР, и, а какой был результат? Коммунистическая зараза расползлась по всей Европе, ну, и так далее. По-моему, в Австралии только нету. Вот, ну, в общем, с Украины нечему ползти. Просто я хочу сказать, что есть вещи неочевидные. А, кстати, я вот начал говорить, что после войны хлынет масса вооруженных людей, и там, и там. Вы можете сказать, что украинцы приедут как победители. Да, ну, конечно, 45-й год, я вспоминаю, цветы там, всё такое, овации и так далее. Ребята, я вас уверяю, что русские приедут тоже победителями. Да, да вот так вот. Нет, не ничья, нет. Украинцы будут считать, что они победили в этой войне, отбили врага и так далее. А русские будут считать, что Путин закончил СВО. Просто закончил он своим указом, достигли всех целей, всех нацистов поубивали и так далее. И тоже они приедут, вы ещё увидите, будут их встречать цветами и под оркестры вот этих мобиков, ну, всех вообще вот, и Пригожинских тоже, и с водкой ещё, Пригожинских ещё с водкой и с швабрами. Ну, в общем, ребята, я немножко сбивчиво, да, даю показания. Смысл в чём? Я уже как-то об этом начинал, что война не закончится. Не закончится она на долгие-на долгие годы. Ну, горячие, горячие вот эти вот бомбёжки, стрельба, ну, слава Богу, хотя бы это, закончится. Причём очень скоро. Уже чувствуется, что скоро. Вот, если только Путин не нажмёт на кнопку ядерной войны, но это другой разговор. Война закончится скоро, и ещё раз повторил, и ребята, украинцы, те, кто, как и я, не считают, что они выбирали Зеленского. Кстати, Трампа тоже не выбирали, у него просто денег много. Вот, и он пустил пропаганду хорошую, в общем, у него нормальная была команда, и вот он уговорил, в основном, вот этих вот красношеях, деревенских, в общем, за него голосовать, ну, и так далее, и так далее. Опять я, вы сами понимаете, что я волнуюсь, война ещё продолжается, и, может быть, не надо было затевать вообще вот этот вот разговор. Ну, собственно, я, вот я говорю, у меня появлялись такие вот разговоры насчёт Зеленского, насчёт ВСУ, такие ненужные во время войны. Я таких людей, ну, собственно, я их не удалял, потому что они во многом были правы, я их просто удалял, вот эти вот комментарии, и всё. Ребята, украинцы, разумные украинцы, будьте аккуратны и осторожны. То, что объявят, там, я не знаю, Зеленский объявит или кто-то ещё там, вот, начальник ВСУ, я не знаю её фамилию, объявят, что, ну, Зеленский, скорее всего, конечно, что война закончена, победой. Не попадайтесь на эту удочку, всё только начнётся, понимаете. Ну, ладно, вот всё, что я хотел сказать.